Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк «Жизнь в Австрии». Сегодня мы с Евгением уже, наверное, третий раз. Мы уже с вами третий раз. Мы уже четвертый, наверное. Нет, один раз мы были без персонали. Было ваше видео, которое понравилось очень людям. Много комментариев, много лайков про фестивали и карнавалы в Европе. Сегодня у нас будет диалог наоборот. То есть сегодня на вопросы буду отвечать я. То есть я буду из себя изображать успешного иммигранта в Австрии. А вопросы будет задавать успешный иммигрант из Австралии. Просто про Австрию хотелось рассказать. Ну а кому как не мне про нее рассказывать. Тем более, что к Австрии можно каким-то образом привязать немножко Болгарию. где тоже прожито 10 лет. Итак, приступаем. Слушаю вопросы и стараюсь максимально откровенно и прямо на них отвечать. Добрый вечер всем. Добрый день. У меня уже вечер. У меня девятый час вечера. Спасибо Акселю за возможность еще раз с вами со всеми поговорить. Я, наверное, начал бы с такого вопроса. Вы, конечно, много очень рассказывали про свое прошлое. У вас есть много информации об этом в ваших разных роликах. Может быть, не все зрители смотрели их. Потратьте несколько минут. Расскажите, где вы родились, где вы учились, что вы закончили, чем вы занимались до того, как вы уехали. Родился в городе Караганда. Это Казахстан у нас. Казахская СССР. Мама врач. Отец медицинский техник. С нами жила бабушка. И у меня есть сестра. Она сейчас в Чехии живет. Отучился. Обычный школьник. Семья. Как вы можете понять. Врачебная семья. Обычная. А вот в Караганде оказались родители. И по отцу, и по матери. Они сосланы. Сосланы и высланы. Все. У меня, да, и по отцу все высланы, сосланы. И по матери. Мать высылали вместе с бабушкой. Мать тогда была совсем ребенком. Их высылали из города Сталина. Украины. Украинская ССР, которая называлась потом Донецком. Вот их из Донецка. До этого они жили в Молдове. Бессарабия, Тирасполь. Одесская область. Ну, вот из тех мест. А по отцу раскулаченные. По матери этнические немцы. Бабушка немка. Марта Никке. Ну, и соответственно, как лицо немецкой национальности после начала войны. Было сосланы. Несмотря на то, что дед мой. Он погиб в первые дни войны. Он был офицер-пограничник. Погиб в Тирасполе. Ну, вот вдову. Вдову офицера-пограничника. Ее выслали как. Туда подальше, в Казахстан. Вот. Там, в общем-то, в Казахстане, в Караганде очень много людей вот с таким прошлым, с таким происхождением. Туда высылали массово. Там был знаменитый Карлак. Подругами, вот школьные подруги моей матери. Вот. Были там Виола, второй не знаю, как зовут. Это племянница Ягоды. Был такой Ягода. Вот. И там, в Сакаровке, был лагерь членов семьи изменников родины. Вот. И в этом лагере сидели вот эти жена, ну, жена, сестра Ягоды. Ну, все вот эти родственники. Вот. Потом они в Караганде в одном классе учились. Ну, то есть, там такая публика была сборная. Интересный момент. У меня дед начал войну в терраспле тоже. Ну, там все очень быстро происходило. Там румыны. То есть, там румыны перешли границу и... Моя бабушка вспоминала, что он позвонил и сказал, 30 килограмм на человека, машина будет через час. Вот то же самое. То есть, они уехали, успели уехать семьи из террасполя в Донецк, вот в Сталина. А в Сталина уже их посмотрели документы. А, вы у нас немка. Ну, все, дальше поехали уже в теплушке в Казахстан. Вот. Потом я отучился в институте, город Новосибирск. Институт электротехнический по специальности радиоинженер. А специализация такая, это радиоприемные, передающие устройства сверхвысокой частоты. Ну, чисто военная специальность, это локаторы. Вот. И, соответственно, я офицер, двугодичник по этой же специальности. Я отслужил потом по этой специальности. Ну, так. Понятно. Тогда такой вопрос. Дальше вы много рассказывали, что вы в какой-то момент стали заниматься бизнесом. Ну, наверное, я задаю вопрос, на который ясен ответ. Потому что все, наверное, произошло после того, как распался Советский Союз. Ну, пожалуйста, расскажите об этом чуть-чуть, чтобы было понятно, как вы к инженерной специальности перешли к тому, что вы стали заниматься медвежимой. Ну, я бизнесом занялся именно по своей, скажем так, по инженерной специальности. То есть, я служил, то есть, меня призвали. Я работал по распределению в Удмуртии на Водкинском заводе, где делали ракеты СС-20. Стал там начальником бюро персональных ЭВМ. Первые машины мы получали. Вот номера буквально там 003, 004. Ну, на военные заводы Минского. Вот это Минск выпускал первые ЕС-1840, кажется, машинки назывались. И их отправляли по военным заводам, по институтам военным для тестирования. Ну, для того, чтобы определить, как буржуйская техника может быть адаптирована на нужды военной промышленности. И я стал там начальником бюро, и меня призвали. Ну, призвали, я попал под горбачевский призыв. Я про это рассказывал. Горбачевский призыв, многие знают, многие не знают. Это Михаил Сергеевич где-то брякнул, что сократит армию. Пообещал сократить кадровую армию на 500 тысяч человек. Министерство обороны подошло творчески, призвало 500 тысяч двугодичников. И через 3-4 месяца всех повольняло. Ну, это и было сокращение. То есть, как бы, офицеров же сократили, офицеров всего выполнили. А то, что этих офицеров за 3 месяца до этого призвали из двугодичников, ну, это уже такой нюанс, который... Ну, обманули, короче, обманули. А меня не уволили. Вместо меня уволили кадрово. Я оказался ценным кадром, потому что, ну, вот этой техникой владел, которая... Видел эту технику, потому что войска тоже начали поступать персональным ЭВМ, ну, а там специалистов не было откуда. Ну, это буквально вот самое начало компьютеризации, такой малой компьютеризации Советского Союза. И, соответственно, когда я уволился из армии через два года, как раз был период массовой вот этой... Ну, массовое оснащение всех и вся вот этими персональными ЭВМ. То есть, они стали в бухгалтерии приходить, стали приходить в какие-то там склады, в какие-то предприятия, то везде, в милицию, ну, вот куда только ни... Всем требовалось, все получали разнарядку на это дело, что надо внедрять. Ну, соответственно, я был программистом, то есть, я понимал в этом деле, я мог писать программы. И я сначала просто... У кого-то были машины, я приходил, писал программы. Ну, как, бесплатно? Нет, не бесплатно. Ну, давайте вы мне заплатить. Заключал договор, я зарегистрировался как частный предприниматель. Тогда, ну, индивидуальный предприниматель, я уже не помню, как это называлось, точно в Казахстане. Индивидуальный предприниматель так и сказал. Вот, и как этот предприниматель подписывал договор, что-то там делал, получал какие-то свои три копейки, а потом нашел, где эти компьютеры можно брать. То есть, были организации, куда сверху там присылали компьютеры, а были организации, которые хотели где-то купить. Вот, я организовал поставку этих компьютеров из Караганды в этот Приозер, где я служил. Это все было в Казахстане, вот там, где я служил. А вы, кажется, говорили, что вы были в какой-то момент в Копьяре. Ну, там, нет, нет, из Копьяра пускали ракеты, которые мы сбивали. А-а-а. То есть, это было три точки, Копьяр, Байконур и Приозерск. Вопрос был, потому что мы могли с вами в Копьяре встретиться. Нет, в Копьяре я не бывал, мы просто из Копьяра пускали ракеты, да. Вот на всем пути от Копьяра до Приозерска были измерительные пункты, которые, ну, измеряли траекторию, что-то там, так сказать, исследовали. А ракета потом, вот ПВО, комплексы, которые у нас стояли вот в Приозерске, которые проходили там, так сказать, тесты, испытания, вот они сбивали вот эти ракеты. И Байконур тоже пускал ракеты, которые у нас сбивали. Ну, вот так, потому что... То есть, вы сбивали то, что я запускал? Ну, вы же запускали куда? Вы стреляли в пустыню Битпагдала. То есть, там в Казахстане, очень интересно, вот между вот этим Копьяром, Байконуром и Приозерском, там пустыня. Гигантская пустыня. Причем такая пустыня, где не живет вообще ничего. Ничего. Я вот в своем вот видео про это дело рассказывал, что там солдат, вот эти войсковые части, точки, измерительные пункты, они даже не ограждались. Вот если хочешь уходить, убегать, убегай. Вот, или волки, или мороз, или скорпионы. Ну, то есть, убежать было невозможно, ты никуда не придешь. То есть, там абсолютная пустыня, и там поэтому вот эти ракеты можно было вот сбивать, не боясь, что они кому-то на голову упадут. Ну, он просто пальнул, сбил, все. А потом Казахстан пытался предъявить претензию, что вы нам засорили, как бы, ну, залили там ракетным топливом, дифтолом, залили нам степь. Ну, я не знаю, чем это кончилось, но какая-то претензия была, что оно такого, чтобы там кого-то пришибло этой падающей ракетой, такого вроде не было. Ну, абсолютно пустыня. То есть, так вы стали заниматься, так сказать, частным бизнесом. А как вы перешли в торговлю недвижимостью? Ну, не обязательно торговлю, но чем-то вы стали заниматься. Ну, смотрите, у меня вот начиналось все с компьютеров, и так я заработал, ну, это был личный труд. Надо понимать, что это абсолютно личный труд, да? И с помощью личного труда я заработал, ну, мы купили холодильник двухкамерный, да? Ну, мы купили телевизор цветной. То есть, мы стали как-то жить более-менее, ну, по стандарту советского человека, но у нас появились вещи, у нас появились деньги какие-то. Вот, даже купил машину, у нас появился, был Hyundai Pony, был какой-то Zhigui. Первая машина была Zhigui. Ой, какой Zhigui был? 63-й, да, господи, 63-й Zhigui, который я благополучно там стуканул. Потом я его тестю отдал, отремонтировал, отдал тестю. А сам у меня был вот этот Hyundai Pony, потом еще что-то. Ну, то есть, появились машины, появилась бытовая техность. Но это, ну, это были небольшие деньги. Это были какие-то единицы тысяч долларов, да? Мы понимаем. Но потом там же я занялся немножко другим делом. То есть, там было много промышленников, промышленной базы. Ну, те, кто создавал вот эту технику, испытывал ее. Ученые, да, у них были базы, ну, такие базы, научные на полигоне. И когда вот произошло разделение Россия-Казахстан, когда все это развалилось, постепенно они стали прекращать работу в Казахстане, да? Они стали закрывать свои базы, уводить своих сотрудников, уезжать в Россию или там в Украину, смотря откуда они. И оставались базы. На базах оставались люди. Очень много было местных людей работали, да? Там. Причем были базы, например, вот одна контора, это кварц, кажется, московский. У них в том числе была такая производственная база, которая обслуживала город в плане котельной, теплотрассы, вот такое. То есть, они помимо того, что, ну, какими-то научными делами занимались, у них было подразделение, ну, по коммунальному хозяйству, скажем так. И вот я был знаком с вот этими ребятами, мы вместе как-то там работали, и они в какой-то момент сказали, что все, нам дана команда выезжать. Но у нас остаются золотые люди, ну, люди с золотыми руками, вот эти сварщики. Они пьют, но работают. Твоя задача им зарплату платить, вот. И действительно, со станками совсем, да. Давайте, чтобы выиграть результат будет. Да, и мне буквально, они просто отдали это. Я ничего за это не платил. Они мне сказали, вот я трудовой коллектив, я с ними встретился, сказал, ребят, ну, вот моя задача обеспечить заказы, обеспечить оплату, обеспечить вам зарплату. Ваша задача выполнять заказы. Вот если мы сработаемся, у нас получится бизнес. И у нас получился бизнес очень неплохой. То есть, там я научился руководить, то есть, до этого я никогда никем не руководил. Ну, как, у меня было там бюро, три девушки там, или четыре девушки на заводе, где я был начальником бюро, но это другое. А здесь были конкретные мужики, которые любили выпить, которые могли там сказать, ну, с которыми надо было каким-то образом выстраивать отношения. Их надо было держать в кулаке. В общем, абсолютно... То есть, у меня там, если так вот сейчас вспоминать, ну, были свои лихие девяностые, но у меня была команда таджиков. Что интересно, беженцев. Ну, как беженцев? Беглых. Таджикистан тогда была, ну, душманы, вот это была война, все. И привозили, родители привозили своих детей, пацанов, которые подлежали мобилизации. Там 18-19 лет вот таких. Их просто прятали. И я их брал. И у меня была вот такая команда, было человек 8, постоянно я поддерживал. Они могли морду набить, вот если кому-то. Могли, вот сказать, дисциплину организовать там. То есть, они же работали. То есть, их же обучали специальности, они же там помогали сварщику, они же что-то таскали. Они же полностью на вот этой базе поддерживали порядок. Там было все подметено, было все чисто. То есть, ну, как бы ребятам я обеспечивал им прокорм, какую-то зарплату и то, что они там прятались. То есть, их не трогала милиция. Ну, то есть, они вот там были спрятаны. Ну, они работали вот так. И, как бы, выстраивались отношения вот с этими нашими пьющими мастерами, с золотыми руками. Ну, я им, например, не выдавал деньгами зарплату некоторой. Вот если определенный период, я обязательно часть зарплаты в мешках муки. И эти мешки муки не выдавались им сразу, они хранились на складе. И их жены знали. То есть, вот он зарплату получил, свои там сколько-то, и три мешка муки. Это была обязаловка. Обязаловка почему? Потому что он, если уходит запой, он мог за неделю пропить все. Соответственно, ему еще жить три недели. Он и все. А вот как ему жить еще три недели? Тогда приходит жена зимой с саночками, летом с колясочкой, забирает мешок муки, и они живут. То есть, там лепешки делаются какие-то, ну, как-то вот что-то. А помимо муки, там были какие-то там еще продукты, консервации. То есть, грубо говоря, вот часть зарплаты в обязательном порядке была вот таких, ну, вот у тех, кто пил, это было обязательно. И благодаря этому они выживали, потому что там жена, дети, ну, все. А он за неделю все пропил. Понимаете? То есть, трудовой коллектив у меня доходил до 40, иногда до 50 человек, вот в зависимости от объемов. И это был очень трудный, очень трудный контингент. Ну, вот такой суровый, суровый рабочий класс. Соответственно. А что случилось потом? Почему вы уехали в Россию? А потом у нас произошло изменение в законодательстве. Ну, во-первых, возникли трудности с заказчиком. Заказчик был Министерство обороны России, и был местная администрация казахская. И был период, когда ни у тех, ни у тех толком не было денег. Было очень трудно. То есть, полигон никто не хотел финансировать. У Казахстана было просто, ну, трудно с финансированием города. Казахстан тогда только становился на ноги. Мало того, вот эти команды управленцев, которые приезжали, ну, это была чисто коррупция. Это приезжала банда, да, которая хотела, чтобы ты работал бесплатно. То есть, у меня там были буквально, то есть, меня вызывали, говорят, ты у нас голым выйдешь за КПП. Вот в портфеле, что сможешь в чемодане унести, вот это ты унесешь. Я говорю, хорошо. Ну, хорошо, на следующий день фирма не выходит на работу. Через три дня им докладывают, что, ребята, а мы без них не можем. То есть, либо они выходят работать, либо мы замораживаем город, и все. Также тогда выплачивает нам какой-то аванс. А я говорю, нет, без аванса я не выведу людей, потому что людям надо заплатить хоть что-то, потому что им уже не плачено два месяца. Ну, то есть, вот как-то выстроили соотношение. Коррупция, естественно, с ними потом договаривались как-то, какие-то откаты. С Министерством обороны было работать сначала легче, с российским, а в какой-то момент им просто прекратили финансирование вообще. И у меня подвисла достаточно серьезная сумма, ну, под миллион долларов долгов Министерства обороны. И, как бы, это всегда было, да, вот всегда был долг. И они постепенно, вот деньги приходили, они рассчитывались. Приходили деньги, они давали деньги. А в какой-то момент в Казахстане поменялось законодательство. И есть два варианта начисления НДС по отгрузке и по оплате. Ты мог выбирать раньше. Выбирать, то есть, мы, естественно, выбирали по оплате. Вот нам оплатили, мы заплатили НДС. А Казахстан ввел изменения в законодательство и ликвидировал вот эту возможность. И все должны были платить НДС по отгрузке. Что означало, что вот этот миллион долларов, что я должен был с него заплатить НДС. То есть, фактически, ты подписав процентовку, подписав выполнение работ на бумаге, ты уже должен заплатить НДС. По-моему, это 18%. Ну, что-то такое серьезное. Ну, 16-67, вот так, если от суммы. Но, получается, ты денег не получил, а заплатить должен. И ты даже не знаешь, получишь ли ты когда-нибудь эти деньги. Понимаете, ну, когда вот это все нарисовалось, я спросил у начальницы налоговой инспекции, сколько у меня есть времени. Ну, она сказала, ну, месяца два у тебя есть. Ну, и все. Пришлось уезжать. Я продал фирму, ну, как бы нашел человека, которому было все равно. Ему сказал, вот есть производственная база, вот деньги в сейфе, зарплата рабочим за предстоящим месяцем. Рабочим позвал их бригадира, вот в сейфе деньги, я уезжаю, мне надо съездить в санаторий. Вот деньги в сейфе, ваша зарплата. Вот этому сказал по-честному все, что я уезжаю, я не вернусь. Ты можешь разграбить базу как хочешь. То есть у нас полно там бензина на базе, металла, ну, что, станки, все, что есть, это все твое. Но через два месяца тебя тут быть не должно. Ну, так. Я уехал, что там потом произошло, я уже не знаю. Но я продал фирму, переформил фирму на другого человека, да. И уехали вы в Москву? Мы уехали в Караганду сначала, вот. Потом пришло понимание, что в Караганде, в общем-то, могут возникнуть вопросы. А они возникли 100%, потому что оттуда уехать, ну, как бы, вход рубль, выход два. Когда любой денежный человек уезжал, на него заводилось какое-нибудь дело, ну, на меня не было заведено, но сказали, что заведено. И я начинаю отыскать и доить. Ну, а как ты уезжаешь? А заплатить? Ну, веселое было время. Мы поняли, что нет, надо, наверное, ехать подальше. Поехали в Россию. В России мы вот пару лет прожили, но как-то мы там не задержались. То есть вы на тот момент, приехав в Россию, прожив пару лет, вы поняли, что вам надо уезжать? Ну, скажем так, там в то время, да, еще бандиты были. В то время еще была страшная коррупция, но она сохранилась, да. Но тогда уже была вот страшная коррупция, бандитизм такой. Еще бандитизм такой, у которого ребята в штанах, в удобных тренировочных штанах. Ну, такое время было, конец 90-х. И, в принципе, я посмотрел. Я, в принципе, в эту систему встроиться мог. То есть я мог бы себе там, ну, какое-то. Но, опять же, это та же самая система вход-рубль-выход-2. А я чужой, инородное тело там, да. И, то есть, если что-то, на меня и спишут. То есть быть вот в составе вот этой коррупционной какой-то вот группировки, у них может поменяться что-то, да. Вот начальник поменялся, приходит другая группировка. Тебя подставят, могут, ну, какого-то ответственного надо найти за безобразие, которые творились. Ну, то есть были варианты. Вот чисто технически, чисто вот профессионально я мог там устроиться. Но желание, во-первых, было понимание, что, ну, это немножко не то, чего я хочу. То есть я понимал, что, наверное, я все-таки могу достичь чего-нибудь больше. А последней каплей решающей стало, вот когда выбрали Путина. А у меня, ввиду происхождения, как бы сын сосланных и высланных, когда выбирают молодого здорового ГБшника, причем ГБшника неуспешного, если бы выбрали тогдашнего какой-нибудь там начальника КГБ, это один вопрос. А когда выбирают подполковника, что такое подполковник? Подполковник это, подполковниками становятся все, вот вообще все. Вот чтобы стать полковником, ты уже должен там в академию съездить, да? А подполковником, если у тебя вот, тебе подножек не ставили, если вот ты как-то вот просто вот служил и вот не пил там сильно, вот чего-то такого не творил, то ты становился подполковником. Все становились подполковниками Ну разве что там техники авиационные У них должностей не было таких А нормальная армия Это вообще без проблем было Я в армии два года отслужил Двугодичником, я на майорской должности Увольнялся с майорской должности У нас там вообще подполковник Это вот Вот и поэтому Когда выбрали мало того, что ГБшника Еще и такого обычного У которого скорее всего будет куча Каких-то комплексов, у которых будут Ну просто человек Со двора То есть это не аристократ Аристократия разная бывает Бывает английская аристократия, бывает какая-то Американская аристократия, бывает советская аристократия Но все равно аристократия это что-то Что, ну некоторые общие понятия В голове заложены Некоторые понятия одобрения Из зле заложены, да, некоторые понятия Допустимы Вот сейчас видно, что у Путина нет никаких понятий То есть этот человек абсолютно без понятий У него есть свои понятия Но это не понятие для руководства государства Это понятие для двора Для заводской команды Но это не руководство страны Вот это так и получилось Когда его выбрали У нас был шок И это подтолкнуло Терять нам Тут нечего И желания особого не было Теперь вопрос Если можно, я немножечко сделаю Тут вступление У меня есть большая коллекция Всяких сувениров Из стран, где я бываю Вот это из Болгарии Теперь мы будем говорить о Болгарии Почему я показываю это? Дело в том, что в Болгарии Я первый раз оказался в 1976 году На Солнечном берегу Слынчев-Бряк Хорошо помню Несебар И после этого мне Удалось там побывать Ну, наверное, раз в пять или шесть Я должен искренне сказать Что она не произвела на меня впечатление Хорошо живущей страны Поэтому вопрос Почему Болгария? А вы знаете, что это за пузырек, который вы показали? Я полагал, что это вазочка Это для ракии С собой носить на поясе Я не думаю Потому что здесь есть Ну, она красиво сделана Но такой сосуд По такой форме сосуд Это емкость для ракии Которая носилась на поясе Привязанная И там свои Там сколько-то Сто грамм Или, ну, небольшое количество Именно крепкого Крепкой раке Значит, почему в Болгарии? Это очень хороший вопрос Извините Спасибо, я буду знать Ну, да Вы же тебе наполнили чем-нибудь Подходящим И на пояс Значит, мы Получили Загранпаспорта То есть у меня долгое время Не было загранпаспорта Почему я не мог Например, из Казахстана Сразу ехать за границу Элементарно Я был на подписке Вот, я как офицер Потом, как служащий Советской армии На полигоне военном Я был на подписке И мне пять лет По окончании вот этих служб Не давали загранпаспорт Элементарно Потом мне дали загранпаспорт И мы поехали Мы съездили в Чехию Мы съездили там В Испанию Мы куда-то еще Ну, тут у нас Какая-то череда Вот этих поездок была И в том числе Болгария В Чехии Тогда уже была Моя сестра с мужем Вот, они тогда уехали Но она уезжала Ну, они уехали по бизнесу Она как врач Умудрилась там Сдать медицину На чешском Устроиться работать врачом Ну Мы смотрели Чехию Нам предлагали там Приезжайте У нас вот отлично Там все хорошо Была Была мысль насчет Германии Да, ну, Германия Вот Но когда приехали в Болгарию Я все сразу понял Все сразу решил Все, Болгария Сто процентов Мне понравилось Именно то, что Абсолютно неухоженная Абсолютно бедная Абсолютно лежащая страна То есть Для понимания Тогда Улицы были полны Трабантов И Вартбургов Я даже для интереса Прокатился на такси Вартбург Вот И Трабант Покатался на Трабанте Дороги были такие Что там колесо оставляешь Вот Едешь по дороге Такие ямы Что там можешь Оставить колесо Дома обшарпанные Абсолютно все Обшарпанное было София Просто без слез Смотреть нельзя было На море Мы приехали Нас обсчитали Переселили С первой линии На третью Какой-то Вот То есть Вот И во всем Была полная Такая Мизерия Вот Как болгарское слово Нищета Было видно Что страна Ну, совсем-совсем Никуда Никудышняя Но Были уже Открыты Переговорные Главы С Евросоюзом Понимаете И А это Я тогда Это понял То есть Я видел в Чехии Как это происходит Чехии давали фонды И Там очень быстро Ремонтировалось Приводилось в порядок Потому что Тот же Теплицы Был тоже В ужасном состоянии Чешский А его Привели в порядок То есть Было понимание Что если Страну примут Евросоюз А ее должны принять Чисто геополитически Потому что Греция оторванная Надо соединить Через Румынию Болгарию Соединить Грецию С материком Плюс НАТО интерес имело Плюс Ну, просто Вот чисто Из политических Соображений Болгарию примут Вот при всей Бедности При всей Неготовности А если примут То подтянут До какого-то Ну, минимально Приличного уровня Да Ну, вот Чтобы Чтобы плакать Не хотелось Глядя Ну, соответственно Пойдут какие-то деньги Понимаете Когда появляются Ну, сообщающиеся сосуды Да Когда Страна становится Частью какого-то Общего рынка Ну, соответственно Болгары пойдут На работу В другие страны Оттуда будут Привозить деньги Да Будут привозить опыт Товары пойдут Бизнес Оттуда придет В Болгарию Все равно придет Вот Соответственно Будет Какая-то Больше работы Больше денег Ну, то есть Было понимание Что Болгарии Предстоит Очень резкий Рост Буквально Ракетой Будет взлет Ну, учитывая Ее вот Лежащее состояние И учитывая Уровень Евросоюза Стран тогдашних Стран Евросоюза Это разница потенциалов То есть Какие-то деньги Хорошие зарабатываются Именно там Где есть разница потенциалов А где ее нет Это стабильный Нормальный бизнес Со своей там 5% годового дохода 6% Там 10 Если повезет А какие-то капиталы Сколачиваются там Где 200-300% Ну, это долго не продолжается Но Если ты попадешь В нужное время В нужное место То у тебя есть шанс Вот Срубить Если я вас правильно понял Вы в Болгарию Все-таки смогли привезти Какие-то деньги Очень мало Но Несколько десятков Тысяч долларов Ну, скажем так Мы первое время Жили в найм Ну, у нас Деньги ушли На покупку Квартиры В России В свое время Ну, то есть То, что я в Казахстане Заработал Это, ну, машина Квартира В Подмосковье И вот Несколько десятков Тысяч долларов Вот Какие-то деньги И куча долгов Которые я Простил Министерство обороны Обороны Да Вот А в Болгарию Мы приехали без больших денег То есть буквально И как я понимаю Вот вы рассказывали В одном из своих роликов В общем-то Вы начали заниматься Недвижимостью Ну, что называется Почти случайно Или это у вас было План? Ну, для начала Я занялся тем Чем занимались все Кто приезжал Ну, тогда очень мало было Эмигрантов на самом деле В Болгарии Из России Я приезжал, кстати Без визы Тогда еще не было Визового режима Я просто приехал А вид на жительство Получить было просто Элементарно Открываешь Регистрируешь компанию И все И получаешь вид на жительство То есть все было Элементарно Очень просто И Я стал давать рекламу В интернет То есть у меня появился Интернет-сайт В интернет Вот, пожалуйста Эмиграция в Болгарию И стал оказывать услуги По Видному жительству Ну, встретить Разместить Сходить Подать Ну, как-то я быстро Выучил болгарский язык Очень быстро Ну, до какого-то Уровня нормального И Помогал людям В этом плане За При этом Получалось, что вы В общем-то В жизни Использовали Болгарский язык Но При этом Общались со своими Бывшими соотечественниками И, соответственно У вас была Какая-то Ну, какой-то Круг общения На русском языке В силу бизнеса Обязательно То есть у меня Вся клиентура была Русскоязычная Были Украина, Казахстан Ну, немножко Белоруссия И Россия То есть Больше всего из России Довольно много из Украины Из Казахстана Вот И В какой-то момент Я обратил внимание На то, что Ну, люди Помимо того Что они Хотят получить Вид на жительство Они, естественно Ну, хотят Что-то купить В моем понимании Это было неправильно Надо было сначала Взять в аренду Пожить Понять И уже потом Но Очень многие Буквально Первый вопрос Даже был не про вид на жительство А первый вопрос был Я бы хотел что-то купить Вот Ну, соответственно Я стал Как-то вот так Ну, тоже В этом плане смотреть Но Там случилось Ну, мне повезло Повезло Каким образом Ну, попался клиент Такой Редкий Редкий клиент Провинциальная семья Но Денег Куры не клюют Ну, я как-то вот Рассказывал про Одна семья Там Скажем Потомки Начальника Горпромторга Столицы Одной из Павловских Республик Соответственно Мафия Советская мафия Торговая А это их дети Ну, соответственно Денег Куча денег И они приехали Купить отель То есть Я им сделал Вид на жительство И тогда Я провернул Сделку По То есть Нашел им отель Потом Нас пытались Кинуть Я Смог Все это Преодолеть Смог Там Ну, это было Это отдельного Рассказа Достойно То есть Это было Как бы Да, мне кажется На канале Даже есть Как меня пытались Обмануть в Болгарии Да Нет Не помню Надо посмотреть Может есть Даже рассказ Этот Ну, была Сложнейшая сделка И Отель Стоил Ну, как-то Несколько сотен Тысяч Я должен был Получить Там пять процентов Но В какой-то момент Я вдруг понял Что продавец Ну, у продавца Этот отель Был ипотекирован В банке То есть Он получил Ипотечный кредит И хотел продать Получить деньги То есть Хотел Скрывая ипотеку Не рассказывая Про ипотеку Кинуть Кинуть Вот этих Русскоязычных Полубесов Вот Соответственно Я это дело Не позволил То есть Я нашел Вот этот Вот эту Всю цепочку Проследил Увидел Что отель Ипотекирован И я тогда Проделал Один очень Интересный Трюк Первый Из череды Многочисленных То есть Я приехал В этот банк Приехал в банк И сказал Ребята Вот У вас есть Такой отель В ипотеке Я бы хотел Этот отель Купить Что вы скажете Вот И они тут же С радостью А у них Оказывается Платежи просрочены Уже по этой ипотеке И сумма В два раза ниже Чем они хотели получить И чем мои клиенты Готовы были заплатить То есть Они уже были Скажем так Отель Например Стоил 400 тысяч Грубо В банке Банк Вот ипотека 400 тысяч И банк говорил Дайте нам 400 тысяч И все Отель ваш То есть Мы Гарантируем Что отель Будет вам оформлен Соответственно Я связался С клиентами Своими Сказал Вот Если я вам Устрою Вот эту сделку Дешевле Давайте договоримся Что например Треть того Что я вам Сэкономлю Вы мне заплатите Они да Все договорились Мы договорились Мы подписали Такой договор И я действительно Скинул Цену Ну в два раза То есть Мы через банк Там были Были опять же Болгарские бандиты Какие-то мутры Которые Меня там Пугали Ну Был целый Ну соответственно Я нашел Другой рычаг Каким-то образом Через этот банк Через службу Безопасности Ну Там было весело Очень весело Это напомнило мне Российские реалии Какие-то Ну там Это было Как бы Все-таки В пределах Некоторой Некоторого Закона Некоторых Понятий И тогда Я заработал За одну сделку Больше 100 тысяч Это были Хорошие деньги Это мы Купили себе Квартиру Тогда все Очень дешево Было Там за 40 тысяч Или за 50 тысяч Можно было Хорошую квартиру Купить Софии И я понял Что Мой уровень Это В общем-то Не заниматься Вот такие ВНЖ По МЖ А делать Более сложные Такие инвестиционные Сделки Какие-то Что я могу Это делать То есть У меня был опыт Видимо Вот этой работы В Казахстане С этой фирмой Я понял Что я Как бы Ну а почему нет Не боги горшки Обжигают Почему я должен Заниматься Какими-то Копеечными делами Когда есть Есть серьезные Объекты Есть серьезные Инвесторы Есть Ну и Пошли отели Пошли Вот такое пошло Более дорогие Объекты Соответственно Таким образом В общем Таким образом Как я понимаю Вы жили в Болгарии 10 лет Или 11 А 10 лет Мы прожили Ровно 10 лет И что Послужило Причиной Переезда В Австрию Сейчас опять Маленький перерыв Первый раз В Австрии Мы оказались Как раз В тот момент Когда ГКЧП Пришло к власти Это 91 Или 93 91 91 91 Были в Вене Влюбились в Вену Я не знаю как И после этого В течение Многих Многих лет Мы в Австрии были Я даже не знаю Сколько раз Ну Может 10 Может 15 15 Вот это и Завстрии О Брал Брал Конкретно Из Зальцбурга Под пиво Под пиво Хорошо Пожалуйста Значит Почему Почему Вдруг Ну Давайте так Если говорить О том Что Австрия Хорошая страна Это ничего Не сказать Но это Глазами туриста, а вот там же жить надо ну вот что произошло значит мы бизнес разрастался в какой-то момент в моей компании больше 100 человек работали, мы построили несколько отелей, то есть вот мне говорят комментатор, не купишь, вот купи-продай нет, не купи-продай, мы строили сами отели, мы реконструировали отели, которые были убиты, выкупали их и делали из них конфетки вот, инвестировали в строительство, то есть это был серьезный бизнес именно в недвижимость для иностранцев и недвижимость туристической инфраструктуры ну, туризм и желающие, так сказать купить себе какое-то курортное жилье плюс у меня была своя отдельная тема это гражданство Болгарии для инвесторов в Болгарии нет, еще в Болгарии пока я жил то есть несколько десятков семей они стали благополучно гражданами Болгарии через инвестиции вот этим я занимался и в какой-то момент произошло несколько событий то есть основной рынок основные покупатели были из России вот, а в России после того, как вот прошли, прошло какое-то количество лет с Владимиром Владимировичем во главе там начали всякие чудеса вот первым чудом было был запрет чиновникам силовикам вот такой категории запрет покупки недвижимости за границей и запрет отдыха за границей то есть им просто сказали ребята, отдыхайте в Сочи чтобы вас не перевербовали никакой недвижимости за границей вам это не положено что это значит для моего бизнеса вот именно такой контингент они ну, добрая половина клиентов были именно чиновники именно вот такая публика ну, у кого деньги в России есть вот у них и есть деньги соответственно они их за границу везли и это довольно сильно ударило ну, сократилось число клиентов второй были после кризиса 2008 года да, у нас в общем-то произошло изменение серьезное в в составе богатых людей в России то есть средний класс извините, если я хотел вас перебить тут маленькое просто включение я вспомнил стояли мы как-то во Флоренции на Золотом мосту там очень ну, там почему он называется золотом потому что ювелирные изделия из золота и вдруг мы слышим как стоят два здоровенных мужика с ними стоят женщины и они рассматривают какое-то ювелирное украшение вот один другому говорит что ж ты так долго делишься как будто на задание собираешься профессионально ребята извините, я вас перебил да ну, после 2008 года вот до 2008 года было интересно во-первых недвижимость в Болгарии стоила дешево и в России был довольно широкий такой большой пласт средний вот средний класс был достаточно такой масштабный а вот после кризиса произошло резкое разделение на более богатых и менее ну и тех кто не может себе позволить недвижимость за границей а те кто может позволить они стали гораздо богаче и им Болгария стала уже не так интересно они смотрели уже в сторону Италии Франции ну, Флориды то есть получилось так что тот класс который покупал у нас та категория не очень богатых не очень бедных да вот которым Болгария была вот в самый раз вот самое то по цене по всему он в результате кризиса 2008 года размылся очень сильно размылся его он очень сильно уменьшился это вторая причина была а третья причина стала резкий рост цен в Болгарии в плане строительства ну, Болгария чем больше она в Евросоюз интегрировалась ну, повышались зарплаты соответственно строительство стандарт был уже некоторый европейский да, соответственно цены себестоимость подрастала клиентуры покупателей становилось меньше но в Болгарии ну, нет нефти да, нет газа нет какой-то такого на что можно сесть на трубу да и пухнуть с этой трубы там, богатеть карманы гвать вот Болгарии такой трубой стала недвижимость курортная и курортной недвижимостью строительством стали заниматься вообще все при этом власти к сожалению местные власти на курортах они тоже были коррумпированы вместо того чтобы четко сделать какой-то градоустройственный план и не допускать перезастройки не допускать убийства курортов перезастройкой они наоборот чем больше построят тем больше взяток получим тем больше ну, вот тем лучше соответственно строить стали везде строить стали за дорогой в километре от моря в пяти километрах от моря и соответственно те, кто вот при сокращении клиентуры вот и при резком увеличении предложения происходит у нас что у нас происходит падение цен и все все чтобы было ничего все равно себестоимости есть и когда бизнес нормально работает он все равно будет продавать ну 10% выше себестоимости все равно будет продавать ну как-то все равно какая-то моржа есть и жить можно Но когда бизнес ненормальный Когда в бизнесе очень много людей Которые вообще не понимают ничего О бизнесе Которые набрали кредитов А банки с удовольствием давали кредиты По строительству Набрали кредитов Возвели какие-то тысячи бешеных квадратных метров В абсолютно плохих местах Непригодных И получалось, что они не могут продать А кредиты надо возвращать И началось что? Началась продажа под себестоимость И окончанием Пониманием, что все Она на окончании наступила один раз Мы ехали с женой, с Ириной С водителем У меня был водитель, женщина Специально женщину взял Чтобы она спокойно водила Она же чемпионка Подзюдо в Болгарии В свое время была Интересные люди Мы ехали по Солнечному берегу и увидели билборд Билборд 400 евро квадратный метр При том, что это очень сильно под себестоимость И увидев этот билборд Я Ирине сказал Ирина, все Все, этот бизнес убит Его больше не будет Начался обвал рынка Соответственно, надо было То есть, вот эта тема закрылась Тема по гражданству Тоже закрылась Очень Ужесточились условия Евросоюз стал давить на Болгарию В том плане, что Вот вы прикрываете Вот эти свои пункты закона Которые позволяют Вот Не надо, чтобы через Болгарию Тут попадали Кто попал в Евросоюз Попадал и так далее То есть Болгария очень хотела в Шенген И один из пунктов Который мешал Болгарии Шенгена Это было как раз Ужесточение законодательства В плане предоставления Болгарского гражданства Шенгена Болгарии Так и не дали до сих пор А вот это все Поприкрывали То есть Фактически Кончилось Кончился Вот Кончился какой-то бизнес Такой Ну, остался бизнес Эксплуатация Сдача в аренду На лето Ну, это тоже нормальный Хороший бизнес Отели Все это функционировало Все это нормально было Но там У меня Случилось Вот Операция Вот Случилась операция Одновременно с этим Сын поступил Учиться в Вебстер В Вене Университет На магистовскую программу Мы к нему Приезжали проведать И ну Какой-то вот Ну, надо было Купить ему квартиру Купили ему квартиру В Вене Остались Пожили И в какой-то момент Пришло понимание Что Ну Вот все так складывается Что не надо нам Нет у нас В Болгарии больше дел Работать полноценно После этой операции Ну, очень-очень сложная Операция перенес Ну, такое Как это? Живота спасало Что по-болгарски Называется Не знаю, как по-русски сказать Вот И Работать полноценно Я понимал Что работать полноценно Я какое-то количество лет Не смогу Пока я не восстановлюсь До какого-то Ну, уровня Вот А просто жить Просто жить в Болгарии И просто жить в Австрии Это две разные вещи Особенно учитывая то Что мне нужна была Хорошая медицина Очень хорошая медицина В Болгарии Такой медицины Ну Не очень было в то время Да В Австрии Уровень медицины Гораздо выше И вот Целый набор факторов То есть С одной стороны Бизнес Который Как бы Вот Резко изменился Болезнь То, что Сын учится В Вене Ну, вот Все Вот это вот Вместе И в какой-то момент Мы решили Мы, наверное Не будем возвращаться В Болгарию Тем более Что получить Австрийское гражданство Ну, просто Для гражданина Евросоюза А мы были гражданами Болгарии Никаких проблем нет Ну, переехать В любую другую страну Евросоюза Чтобы там жить Ну, что мы и сделали Ну, сейчас мы уже граждане Да То есть Вы переехали в Вену Прожили какое-то время В Вене И после этого решили Что вам лучше переехать Куда-то еще И по каким-то причинам Выбрали Каринтию Это правильно? Это абсолютно случайно Произошло Мы Слово Каринтия Я знал От Моей партнерши По болгарским делам Очень Очень уважаемая Бизнес-дама Из Москвы Она У нее Очень крупная фирма В Москве Такая умная У нее очень умный Бизнес технологический А вот это Автоматика Промышленная Такая Серьезная дама Она кандидат наук Настоящая Вот еще Ну Такая И вот она Часто в Болгарии Когда мы встречались Она Рассказывала Вот А я когда в отпуск Я всегда в Австрию В Каринтию Я всегда в Каринтию Ну И вот слово Каринтия Было как-то вот Запомнено Я его запомнил Я кстати Недавно ей написал Поблагодарил За слово Вот И Живя в Вене Была знакомая Она в банке работала У нее муж был Каринтиец И он как-то вот Ну мы вместе Там сказать Встречались В ресторан ходили И он Как сказать А хотите я вас ввожу В Каринтию Устрою вам экскурсию Ну он это делал С каких-то таких Видимо соображений Хотел что-то продать Ну Возможно И вот Он нас провез По Каринтии И вот Увидев Я понял что да Что мы Именно сюда хотим Дело в том Что жить в Вене Ну Понимаете Мы за какой-то Период там За два года Да Мы все обошли Мы побывали И в театрах И в выставках Галереях Там все 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 Вот В Вене Надо работать Вот если ты работаешь Да Жить в Вене Да Вот если ты Где-то занимаешься Каким-то бизнесом Каким-то Вот Да Потому что в Каринтии Это все Это пенсионный Такой уголок Тихий Спокойный А Вена Это живущий город Но Так как Я не мог работать Я где-то Года через три Проживание в Австрии Ну Стал резкость наводить только И поднял Меня на ноги Меня подняла Реально Именно Каринтия Ну то есть После этой операции Обычно сидят в кресле И слюни пускают Вот И я Ну как-то Перемещался Как-то ходил Как-то вот Поддерживал Но это Не была полноценная жизнь И мы купили В Каринтии Дом Купили дом Мы проезжали по той стороне Я говорю Вот ты Вот ты нам наконец показал Вот здесь Найди нам пожалуйста Что-нибудь То есть Вот случайно Опять же Увидели Вот это Это озеро Ну все Это то место Где в общем-то Мы Куда мы и хотим И он нашел нам этот дом Вот нашел дом И мы его купили Там деревянный дом Ну Такой Не очень новый Рядом с озером Там выход Он на второй Или на Нет На третьей линии Как бы Но он прямо у озера Там Где-то метров 60 70 Там есть Свободный Доступ Свободный Выход К воде То есть И сходить Искупаться И все И вот Когда мы туда Приехали Я Почитал про Северную ходьбу Вот эту С палками И мне доктор Кардиолог Который занимался Со мной в Вене Он мне сказал Вот тебе Надо вот этим заняться Заняться серьезно И я этим занялся То есть Вот я ходил с палками Ну Сначала там 200 метров 300 метров Вот такие походы были Вот Через Год Год Через полтора У меня маршрут был От 8 до 10 километров Из которых Половину я преодолевал Бегом То есть Вот Вот эта Ходьба с палками Реально подняла Меня Вообще То есть Она просто преобразила Но это было Я каждый день ходил Два раза То есть Я выходил с утра На короткий Такой поход В обед У меня был длинный поход То есть Километр Потом 2 километра Потом У меня максимально 10 километров Если меньше 8 километров А потом Мне стало мало нагрузки Даже максимальной скоростью Ходя Я чувствовал Что мало нагрузки Стал бежать То есть Палки под мышкой И бегом То есть У меня был Такой прибор Часы Все измеряют Которые Скорость измеряют Пульс То есть Я это делал Все по науке Абсолютно И вот этим занимался Года 3 Года 3 И после этого Я почувствовал Что я как-то Вернулся к жизни Сейчас я на серфе Катаюсь Я там И бегаю То есть Я сейчас веду Какой-то нормальный Образ жизни Вену Я К кардиологу Езжу Каждый год И там есть Такой тест Вело Велоаргометр Ты на нем И там Измеряют Какой процент Мощности Ты выдаешь От твоего возраста Ну если вот Здоровый человек Твоего возраста Твоего веса Вот Он должен выдавать Вот такую-то мощность Я сначала Выдавал У меня было 40 процентов Потом 60 процентов Сейчас у меня 90-95 процентов То есть Ну фактически Это Ну вот Мужчина Моего возраста Вот Такое Но это вот Очень рекомендую Северный У меня Вот Это тот момент Почему мы Думали Переехать Новой Зеландию Или Скажем Канаду В Астралии Днем Не походишь Ну да Жарко Жарко Меня хватает Только на велосипед Но То что меня хватает Я делаю Километров 30 28-30 За раз Наверное Это немного Но то что То что вам удалось С собой сделать Это конечно Заслуживает уважения Вопрос Ну Ну Просто У меня Набрался вес И я понимал Что Вы понимаете Человек часто Попадает в капкан Вот у кого Суставы больные У кого какая-то С сердцем Проблема Малая подвижность Приводит к тому Что растет вес Растет вес Увеличивается Нагрузка на суставы Нагрузка на сердце Соответственно Тебе труднее Уже Ходить Вот чем дольше Ты запускаешь Тем труднее Тебе потом Будет из этого Состояния выбраться И я в какой-то момент Почувствовал Что если я еще Вот Ничего не сделаю Еще какой-то год Или Ну то все То есть я превращусь В какой-то сидящего Там за столом И вот так же Такая жизнь Вот А я еще очень молодой Ну в принципе Это Так вот посмотреть Ну для такого Старческого варианта Ну очень И это было Вот тогда решение Именно Что Или я это сделаю Или У меня перспектива Ну Сидеть за столом И перемещаться Вот В пределах дома В пределах там Квартиры Ну это было Очень скучно Когда вы Легко так сказать Пришли В норму Вы решили Что вы уже сможете Построить дом Ну а потом Когда мы Вот это Скать Поняли Всю прелесть жизни В Каринтии Мы стали Искать участок Ну просто Пришло понимание Что Ну вот Тот дом Который мы купили Это дача Он чистая дача И как бы Вот приехать Мы Да Мы ездили Между Веной И этим домом Мы вот так Курсировали туда-сюда Потом С каждым разом Нам все меньше Хотелось возвращаться В Вену Все меньше В какой-то момент Пришло понимание Что мы хотим Здесь жить То есть Вот первый год Или два года Пока у нас Был этот дом Мы жили в Вене А это была дача Потом Стало наоборот Мы жили в этом доме А дача и была в Вене Но потом Мы поняли Что нам не нужна дача А жить мы хотим Здесь на озере И соответственно Стали искать участок Стали искать участок Потому что Ну Как бы Финансы позволяли А все-таки Иметь свой кусок Берега Соответственно И лодка у тебя Соответственно У тебя какие-то Другие возможности Но это Гораздо лучше Гораздо интереснее И вот чудом Мы нашли Вот этот Участок Тогда он был Абсолютно В неприглядном состоянии Весь такой Заросший Ну Бабушка Водова Она давно Обдавила У самой И денег Особенно Много нет У нее Чтобы все это делать И я так понял Сил Какого-то сил Желания у нее не было И в какой-то момент Она просто Решила продать Вот Видимо Оставить некому было Ну Как-то вот у нее Так сложилось Здесь что-то Продается Крайне редко Если что-то продается Это абсолютно Это нереальная цена Сейчас уже Ну Тогда мы купили Понятно То есть будем считать Что По-английски Есть такое слово Perseverance То есть Вы как-то Когда вы долго То есть Стараетесь что-то сделать В конце концов Вы доприносят сладость Хорошо Алексей И еще Если я могу Пожалуйста Я хотел бы вам Задать вопрос Вы в своем Последнем ролике Ответили Наверное На части этого вопроса Но я хотел бы Его немножечко Сформулировать Иначе Если вы помните В какое-то время назад Когда вы спрашивали меня Почему я уехал Я сказал вам Что Просто я Представил себе график И решил что В России В течение 40-50 лет Ну где-то двух поколений Наверное Ничего хорошего не будет Учитывая что уезжал я в 92-м году Ну это скажем так Ну так и получили До 30-го Значит И я в разговорах Со многими Своими друзьями Примерно так и говорил Что вам надо Подождать еще немножко Чтобы Были какие-то серьезные изменения Я не имею ввиду Смену власти Я имею ввиду серьезные изменения В стране Сейчас когда В общем-то Началась серьезная война Она была давно Но она началась Совсем серьезная И тем более Вот последние новости Когда-то Путин объявил Мобилизацию Насколько Так сказать Она Будет реальна Это другой разговор Я хотел бы вам Задать вопрос Вот Что вы думаете В сложившейся ситуации Что ждать России Ну скажем так В течение Ближайших 5 лет И в день Ближайших 15 Ну смотрите Пока Путин жив Ничего хорошего не будет Да Вот это все понимают То есть Это человек Которому терять уже нечего Который перешел Все линии Которые возможно И У него обратной дороги нет Никакой Будет ли он Дальше продолжать Вот эти свои Или его остановит Кто-то там Или его природа Остановит Или его Соратники Остановят Пока он У власти Пока он жив Ничего не будет Меняться Да Все будет только По нарастающей Хуже 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 Там санкции Будут дальше Давить души Россия сама Будет свои ресурсы Расходовать На то Что она Расходует Сейчас Выкидывать В топку От этой войны А вот Что-то будет дальше Я в одном Из комментариев Написал Что я не верю Что дальше Будет лучше Путин Он Наряду с тем Что он создал Систему личной власти Он выстроил вертикаль Он создал систему Он создал Систему Коррупционную Систему Власти От верху До низу Сверху До низу Коррупционную Систему Жесткую И огромное Количество людей Заинтересовано В жизни Этой системы Понимаете То есть Это не та ситуация Когда был Царь Николашко Да И кругом Были Кого там Только не было Разнобой Не было Вертикали власти Не было Она разрушилась Она растворилась Давно Поэтому так Все и разрушилась Тогда Да И могло стать Все что От буржуазной Республики Как в феврале Хотели До Саталистической Коммунистической Утопии Которая В итоге Получилась То есть Могло быть Все что Угодно А здесь Я не думаю Что может быть Все что угодно Есть Очень много Людей На всех Уровнях Не только С кем Он Дзюдо Занимался Или Футбол Играл Во дворе Нет На всех Уровнях Есть Огромное Количество Людей Заинтересованных В сохранении Этой Системы Мало того Все эти люди Вот сверху Донизу В случае Смены Системы Рискуют Не просто Своим Положением Своими Деньгами Они рискуют Своей Свободой То есть Деньги Которые Они зарабатывают Которые Они получили Гигантские Деньги Где-то На областном Уровне На районном Уровне Миллионы Где-то На областном Десятки Миллионов Сотни Миллионов На уровне Министерства Ведомства Это уже Миллиардеры То есть Все эти деньги Они Не доказываются Олигархи 90-х Тот же Абрамович Он уехал Челси Он доказывает Свои деньги Можно по-разному Там говорить Как это Приватизация Была Но это все По закону У него все По закону А вот У этих ребят Не по закону У этих ребят Распил Откат Занос То есть Доказать Даже при всех Российских Сегодняшних законах Они доказать Своего имущества Не могут Они доказать Свои деньги Не могут То есть Если Меняется Система И приходят Другие люди То начнется Не просто Передел Собственности Начнется И вполне Так сказать Законное Выяснение Ребята А как это А где Бюджет военный Почему армия Так плохо Воевала Где все Это вооружение Где это все Где эти танки Армата В итоге А куда Деньги ушли То есть По всем Ведомствам По всем Министерствам Почему радиостанции плохие Почему дронов нет Почему того Почему сего Это вот в плане военном А в плане гражданском Тоже Почему плитку положили А их перекладывать Приходится через год А почему вы перекладывали Каждый год плитку А что это такое Вот то есть Понимаете Вот сейчас Создана Железобетонная Такая вертикаль Из людей Кровно заинтересованных В сохранении системы Им По большому счету Им все равно Будет Путин или кто-то другой Даже кто-то другой Лучше Потому что Путин Сейчас Ну он Как бы ошибся А тело промахнулся С этой войной Она Ну Мешает людям жить Вот этим людям Она мешает жить Эти люди привыкли Там На запад ездить У них там и квартирки У них там и виллу Да У них там яхты Он им мешает Будет другой Они готовы поменять Путина Они не готовы поменять систему Поэтому Я боюсь что А вот Оппозиция Действительно Ее раздавили Абсолютно Да Вот какие-то решительные Буйные Да Вроде Навального Они поддержки Того народа Не пользуются И едва ли будут пользоваться И едва ли они Способны Вот Кого-то там Так хорошо вывести То есть Нет партии Которые могли бы Нет какой-то структуры Которая могла бы Ну в масштабах Всей страны Взять И вот как бы Революцию сделать Вот мне кажется Сейчас В России ситуация Когда Как бы Уход Путина Смена Путина Приведет к тому Что придет Ну какой-то другой человек Может он не будет Настолько Вот Безрассудный Как вот сегодняшний Руководитель Но то что сохранится Вот эта система Это скорее всего А основная проблема Это именно система А если поставить Значит Абсолютно согласен До сих пор Абсолютно согласен Просто если поставить Вопрос немножко иначе Ну Путин не вечен Ну да Хоть как По какому-либо причине Неважно Путин не вечен Приходит какой-то другой человек Который с западом Хочет разговаривать Наоборот Извините С которым запад Может разговаривать И запад реально Ставит такие же условия Как ставил Горбачев Ну или Человек после второго После этого человека придет Тогда в конечном итоге В России будет ситуация Что Разворовали все И кушать нечего То есть начинает побеждать холодильник Вы в этом случае не видите Ну условно говоря Следующего Горбачева Который в конечном итоге Что-то делает Происходит Какая-то Я не хочу говорить какая-то Ну какая-то Дезинтеграция страны Ну например Ну например Куридские острова Скажем так Я слабо себе представляю Чтобы Куридские острова Не отошли В конечном итоге Когда-то там Ну допустим И в общем страна Начинает просто Рушиться Так как она Так как разрушился Советский Союз Потому что это является Единственной Единственной возможностью Начать все С нового листа Старый лист И старая система Не жизнеспособна Она не выдержит Еще 75 лет Безусловно А вот Когда-то там Сломается Ну я думаю Что Так вот она быстро Не сломается Пока Нефть и газ Качаются Ну Все равно Будет покупать Не из Европы Будет покупать Кто-то другой Всегда найдется Покупатель По какой-то цене Всегда цена будет Немножко повыше Себестоимости Добычи Да Ну жить будут Сильно поскромнее Чем сейчас Но жить Вот жить Эта система Может очень Очень-очень долго Вот принципиально То что может Убить вот эту систему Это действительно Альтернативные Источники энергии Да Которые все равно Появятся Вот То что сейчас Пытаются Какие-то Солнечные батареи Какие-то Ну ветряки Что дает Как-то 10-15 Процентов От потребности Да На самом деле Наука Не стоит на месте Движется В какой-то момент В какой-то момент Я думаю Что вот Несколько десятков лет Может пройти Все равно Произойдет Некоторое Революционное Открытие Обязательно будет Да Будет ли это Какое-то там Плазменные Какие-то дела Будет ли это Что-то еще Будет ли это Водород Ну мало ли Мало ли Вот Вот это Может действительно Поставить Россию Перед фактом Что или вы Становитесь нормальными Как все Да Вот И вы работаете Вы Тяжким трудом Зарабатываете Свою добавленную стоимость А вот У вас есть ресурсы Для этого Ну какие-то И живете Как остальные страны Или вы Прекращаете Своё существование Как одна Такая большая страна Вот Но До этого Вот понимаете Вот пока есть возможность Что-то качать Продавать И на этом жить Мне кажется Ничего не изменится Все равно Вот даже поменяется Даже придет Какой-то принципиально другой Он Ну максимум Что он Он не будет Начинать войн Ну это уже Хорошо Слава богу Но система Которая построена Вот это Неприятие Такого Знаете Страна Которая живет При капитализме Капитализм ненавидит Вот это Вообще Фантастика То есть Они все пользуются Вот этими Достижениями Именно капитализма И при этом Ненавидят Искренне От всей души Вот Понимаете Это будет продолжаться Так и будет Развивка Вот сейчас Была возможность В 90-е годы Да Вот после развала СССР Была какая-то Возможность Теоретическая Россия Пойти Ну каким-то Нормальным путем Стать нормальной Страной Ну народ Был не готов Мне кажется Все-таки 70 лет Советской власти Людям голову Так задурили Так Все-таки Понятия Элементарные понятия О какой-то норме Настолько были смещены Что Вот тогда Как раз В начале В 90-х Нужен был Добрый царь А не демократия Была демократия Которой толком Не было Которая странная Была А после этого Пришел злой царь После этого Пришел царь алкаш А после него Злой царь А доброго царя Не случилось А вот если бы В 90-е так повезло Вот если бы Того же Горбачева Может если бы Не турнули так рано Может он Имел шанс Стать Подобреть Как-то Ну трудно ему было Но после него Мог прийти Какой-то Вот добрый царь Который бы Это дело Как-то смог Ну Плавно-плавно Поставить на нормальные рельсы Ну вот Не повезло Не повезло И теперь Понимаете После того что Советская Вот мне кажется То что 70 лет С людьми делала Советская власть Вот как она им мозги Там Корежила Корежила Это ничего По сравнению С теми 20-ю годами Вот сейчас Вот сейчас Воздействие Просто Тогда не было Инструментов таких А сейчас Эти инструменты Гораздо более Эффективны Телевидение Вот это вот Все И людям настолько В мозгах Все свернули Все вот Каким-то образом Так Искорежили Что я боюсь Что должны поколения Меняться Что вот коррекции Какой-то Это уже не подлежит Вообще То есть Это должна быть Нормальная Спокойная жизнь На протяжении Там двух поколений Третье поколение Имеет шанс То есть вы даете Грубо говоря Там 22-го года Вы считаете Что пару Еще теперь Пару поколений Должны Это 100% Нынешние поколения Тех которые Понимаете Тех которые Сейчас 30-40 лет Они Понимаете Они с одной стороны Живут хорошо С другой стороны Они велики Почему Им надо что-то менять И они не знают Как жить по закону Нет Их вполне устраивает Быть великими И при этом Отдыхать в Турции Ездить на хорошей машине При этом А если это отнимут? Они отнимут Ну как Турция вдруг закроет Например Машины перестали поставляться Ну я говорю Вот у меня знакомые Вот у них Машина старенькая Они хотели Вот сейчас Хотели В этом году У них было запланировано Деньги собраны Все Они хотели Поменять машину И вот корейская машина Которую они хотели купить Стоит в два раза дороже И у них не хватает Да Ну кто его знает Понимаете В чужих мозгах Копаться Трудно В чужих мозгах Копаться Дело бесполезное Бесполезное Но просто Нет У людей нет опыта Родители С молоком матери Ничего хорошего Не вложили Потому что У самих родителей У них Советское прошлое Советские вот эти А сейчас Над ними 20 лет Куражились Вот я Последнее выступление Сейчас Путина Когда он Частичную мобилизацию Объявил Послушал Но Это просто Фантастическая речь Мне очень понравилось В одной книге Хорошей сказанной Это вранье И что примечательно Вранье от первого До последнего слова То есть Вся речь Вся речь Просто от первого До последнего слова Ни одного слова Правда Это просто Абсолютно согласен Вот И Я не сомневаюсь Что 30-40 Ну может половина Процентов Услышавших его Вот в России Они Согласятся Они так и думают Да А может А еще Процентов 30 Им все равно Они просто его не слушают И не смотрят Вот Они Такой внутренней миграции Вот И есть какая-то там Демшиза Как ее называют Которая В очередной Возбудится Возбудится Но От них ничего не зависит Их очень мало Слишком мало Мы с вами разговариваем Уже Примерно Час 10 Да Я думаю Что Мы довольно много О чем поговорили Если у вас есть Какие-то Скажем Ну Несколько моментов Которые бы вы Хотели сейчас До конца Упомянуть Пожалуйста А так Я думаю Что наверное Надо попросить Да Наверное Да Согласен Мы наверное Посмотрим на реакцию Посмотрим Какие будут вопросы Если вопросов Накидает Действительно Понимаете Я не Углублялся Вы не спрашивали Я как бы Не отвечал Вот По некоторым Конкретно Иммиграционным вопросам Да Вот Как это Как сейчас уехать В Болгарию Как сейчас уехать В Австрию Как это все Технически Было Вот Ну На это Может быть Я отвечу Если про это Спросят Про то Вообще Наверное Это было бы Очень интересно Но с другой стороны Наверное Прямо сегодня Нет Сегодня Да Про отношения С Соотвечники Вот В Болгарии Я Я и в Болгарии Австрии В общем-то Стараюсь Не контактировать С местными Соплеменниками Ну Как бы Вот В Болгарии У нас сложилось Что у нас было Чисто Общение с болгарами Очень много У нас друзья болгарские Да Гости болгарские У нас Ну Было такое И Общение было Были друзья Были партнеры Которые приезжали Которые С которыми По бизнесу Мы общались Но они жили постоянно В России Там В Казахстане То есть Это люди Которые Как приезжали Вот с ними У нас было Такое русскоязычное Общение У нас Очень хорошее отношение Как бы Ну Некоторые из них Очень благодарны Болгарскому гражданству Особенно сейчас Вот Поэтому С Но С Эмигрантами Другими В Болгарии Мы не общались Практически То есть У меня такого Здесь в Австрии Мы тоже Не общаемся Как бы Ну Если в Вене Да Если В Вене Была возможность То здесь просто Нету Здесь при всем желании Если ты захотел бы Но нету Поэтому А так У нас русскоязычное Мы в семье Говорим по-русски Я веду Вот этот канал Русскоязычный Как бы У меня А я люблю Русский язык Я люблю Очень хороший язык Почему хороший Потому что я его знаю Если бы Я так же Говорил Хорошо На французском Я наверное Любил бы Французский Язык Вот Ну Немецкий язык Гораздо сложнее Основная проблема В том Что нет практики Вот И Представляет Некоторые проблемы Ну Я говорю Объясняюсь В любой ситуации Да Я не пропаду То есть Меня можно Вывести на улицу Я на улице Найду дорогу Вот Не пропаду Но Если болгарским Я владею на уровне Там Я понимаю сленг Я понимаю шутки Я могу сам пошутить И Понимаю интонации Как бы Если это диалект Я понимаю Что это диалект И С большой вероятностью Точно скажу Откуда этот диалект Да То есть У меня хороший То с немецким Нет У меня Такого свободного владения Нет Надо работать Да Здесь Здесь просто нет работы В Болгарии было общение То есть У меня бывали недели Так сказать 24 Часа в сутки 7 дней В неделю Чисто Причем Мы работали Например В Кюстендилской области Где ты Русскоязычных Не найдешь Днем с огнем Нет И по болгарски Говорят все Вот И у нас В фирме Я был единственный Русскоязычный Да У нас в фирме Тоже было И язык фирмы Был болгарский Да Все говорили Я давал интервью На болгарском Я Вот И Как я рассказывал Интересный момент У нас корпоративы проводились Николина Чикардыкова Очень популярная Болгарская такая Певица Ненародных песен Под барабан Вот И она Корпоратив И тогда я опозорился Как бы скажем Она Как бы Ей сказали Что шеф Вот он Русскоязычный Вот Из России Как бы Вот И она Говорит Сюрприз Я хочу сделать Вам сюрприз Я хочу спеть Вместе с Господином Алексеем Популярную Российскую Песню Владимирский Централ Вот И она Начинает На русском языке Петь Владимирский Централ А я этой песни Не знаю Я Как это Ветер севера Как это Зла немерено Да Я знаю Какие-то Отдельные слова Но Подпевать Я не мог Вот Ну Ей Шепнули Потом Что Только припев Давай шеф Он только припев Ну я с ней Припев Так сказать Припев Мы как-то С ней пели Но это Было Интересно То есть Мне Болгарская Исполнится Народных Народных Песен Предложила Спеть Как бы Такую Популярную Русскую Песню Владимирский Централ Ну у них Такое Понимание Что это Популярная Русская Песня Да Вот так Что скажешь Да Русская Культура Как говорил Исоцкий Особенно Заметно Вдалеке Да Ну кстати За Пугачеву Порадовались Молодец Знаете Я пока Воздержался В чрезмерно Оптимистических Комментариях По ее поводу Нет Понимаете Она В принципе Ну учитывая Что говорят Другие Как ведут себя Другие Она себя повела В общем-то Показала Что она не боится При том Что она находится В России Если Как бы Если бы она За границей Находилась И уже не собиралась Возвращаться Возможно Она бы сказала Еще жестче Но даже то Что она сказала Находясь в России Ну в общем-то Это все равно Поступок А вам не кажется Что к ней подошли И попросили Настоятельно Это сделать Ну я не знаю Она В общем-то Как бы там Текст может другой был Если бы попросили Но так Нет Я не знаю Но Возможно Она действительно Не испугалась Но уже за это Она заслуживает Некоторого уважения Да Там можно В деталях В деталях Ее комментарии Вот это уже Углубляться Там Каких ей там Именно мальчиков Жалко И Вот Но то Что она Вот так Как бы Рыкнула В ответ Ну Молодец Молодец Да Ладно Давайте мы Может быть действительно Мы перестанем Мучить Наши слушателей Вот И Попросим Как бы Откомментировать Вот Сказать свое Все что Вы об этом Думаете Об этом безобразии Которое мы тут с Евгением Устроили И если Вам захочется Узнать что-то еще Вы зададите Какие-то конкретные вопросы Да А я опять попрошу Евгения Вот Помочь Помочь Да Да Вот Выступить В качестве Интервьюера Ладно Помашем ручкой Спасибо 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 зрители Спасибо Евгении За помощь И Пока-пока